Привет, друзья! Сегодня 2 июня и у нас вышел долгожданный режим превосходства в нашей замечательной игре Мир Танков. Давайте же посмотрим, с чем его едят и как вообще играть. Нам выдали три танчика, да, Объект 140, КС-15 и АМХ-50Б, как и обещали. У нас здесь 100% экипаж, да, выбираем перки и, в принципе, этот экипаж потом можно остырить. 100% экипаж, ну, еще мы плюс его прокачаем, ну, как бы приятненько, да, уже бонус, уже плюс. Вот, это необычные десятки, здесь у нас дешевый ремонт, дешевые снаряды, да, вот можно сделать вот обслуживание, да, и посмотреть, что здесь у нас 90 серебра, там. Вот, вот, тот же ремкомплект и так далее, давайте зарядим это все дело, потому что я катался только на 100-десятке пока что, в тестовом режиме. Так, ремки загрузил, так, где мы 100-десяточка, вот, ну, пожалуйста, можно, да, оборудование втыкать, но я не такой мажор, я собираюсь сейчас на СТ-1, хочу покатать на нем. Вот, ну, это уже другая история, давайте отправимся в бой. Так, мы просто выбираем наш танк для превосходства и, как бы, случайный бой, да, отправляемся в бой. Здесь у нас несколько карт, песчаная река, потом, еще там городская карта, там, наподобие Руинберы, а, не помню, как она называется, но прикольная. Так, в общем, суть данного режима, да, мы появляемся, здесь у нас есть зона ремонта, где за 5 секунд мы можем восстановить все наше здоровье, боекомплект и, в общем, секреты аналировать. Нам нужно захватить флаг-флаг и перетащить его в одну из зеленых зон, тогда нам будут капать очки, короче, и мы будем, ну, выигрывать, то есть, ну, превосходство у нас будет. Также очки капают за уничтоженную технику. Когда наш танк уничтожают, он отправляется на ремонт, мы можем брать следующий, вообще, ну, не выходя из боя, это приятно. В общем, одним из достоинств данного режима, дальше у нас будут личные резервы, пока их нету, вот, и личные резервы можно использовать, там, для того же дополнительного опыта, там, да, и так далее. Ну, это уже мы рассмотрим дальше, как они все, все появятся, вот. Ну, а сейчас, в принципе, можно качать экипаж и в этом режиме достаточно неплохо фармить, танчики в минус уходят очень редко. То есть, если у вас нету данных машин, да, можно покататься на десятых уровнях, то есть, попаниться и еще плюс партнер. Вот наш человечек закупил фарм, он сваливает, нужно его прикрывать. Так, 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 прикрыли мы, братьюню. Ну, точность, конечно, не к черту после мерка. Так, нужно нам переехать, только стоим здесь, так, не очень хорошо, но, как бы, в этом режиме я еще... Но, как бы, основную идею мы увидим. Вот видите, уже есть первые фраги и очки уже в нашу пользу. Так, 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 так. Нужно что-то делать, нужно сваливать отсюда, потому что мы тут перекрестным огнем. Давайте, дайте им ушок. Оба. Ой-ой-ой. Нас закриковали. Нужно ремонтироваться, но нам, наверное, нужен другой ремонт, потому что здесь вот куча вражеских стволов. Пятьдесятый танкует. Ну, давайте специально сейчас умрем, и я вам покажу интерфейс выбора нового танка. Пускай нас разберут. Вот, и, в принципе, ну, достойный режим, да, и личные резервы тоже почему-то и нет. Там дополнительно опыт, там что-то прокачать или на свободу, там круто придумали. Ну, как бы, хоть что-то новое в нашей игре вот за столько времени. Приятно, согласитесь. Так, ремонт у нас длится. Так, 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 нам нужно... Так, опа, все, личный флата, одно очко заработали. Уже она в плюсе. Так, никакое есть. Так, нужно доковылять до ремонта, если нам надо будет это сделать, либо помереть и показать вам интерфейс восстановления. Ну, выбор другого танка такой машины. Вот, ремонт длится пять минут, но, наверное, нам не дадут починиться. О, все, мы починились. Танкуем дальше. То есть, ну, в любом случае, мы сейчас стоим. Ага, и после починки данный ремонт, он недоступный в течение минуты. То есть, мы можем поехать на другую точку, либо подождать и воспользоваться данным ремонтом еще раз. То есть, у нас останавливаются его сходники, да, то есть, все довольно-таки неплохо. Раздамажим эту стояточку. Наши благополучно побеждают. И мы раздамаживаем этого гружания. Так, давайте его доберем уже и заработаем еще одно пучком в нашу пользу, да. Так, ремонт. Ждем еще вот пару секунд. Давайте, давайте, давайте. Надеюсь, успею. Вот, пожалуйста, у нас танчик новый. Замажим этого 50-б. Давай, 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 давай. Кадешечка, давай, подкатывай, давай. Все, готов противню еще одно очуток. Сейчас нас 140-й разберет и как раз, наконец-то, уже покажу обещанный интерфейс выбора новой машины. Блин, 110-ка здесь вот в этом нереально ходит. Выживает. Не зря один из лучших, что-то 10. Так, вот, друзья, нас убивают. И вот, у нас есть 10 секунд, чтобы выбрать другой танк. Можно 140-го, можно 50-б. Я выберу 140-го, он мне больше нравится. Барабанные танки, ну, я люблю, но в этом режиме рулят машины с циклической зарядкой. Ну, и с броней какой-никакой, а 50-б он насасывает. Сливают его быстро. Вот, в этой, в этой городской карте. Идеи в этом режиме, если бы развивать, можно очень много всего интересного сделать в нашей игре. Какой-то стрельнул. Черт, пальцев не будет. О, давай-давай. Руение разбито. Движение невозможно. Есть пробитие. Мехлот контурен. Скоро движения и поворотов снизу. Ладно. Проверение бака. Пробитие. Единственный минус. Здесь уже есть голда. То есть, голда есть. И в некоторых случаях броня не тачит. И вот, смотрите. Наша 110-ка починилась. Можем выбрать ее, либо же 50-б. Давайте пускай 50-б. Для разнообразия. Еще одной фишкой является то, что есть взводы. Да, здесь можно играть взводами. Но взвод должен быть обязательно из трех человек. Вот, конечно, этот 50-б. Редкий случай, но такое бывает. Лобовая броня здесь более-менее. То есть, корпус ловит неплохо. В общем, разгромили ребята и капитальный счет вообще. Пасался. Я, конечно же, сыграл как нища. Всего три очка принес. Прага. Не пробил. Плюс еще опыт дается за все эти бои. То есть, свободка парни. Можно не качать экипаж. Можно выводить там за голду свободу. Тоже подходили сценариями использования. Сейчас я уже не сусто гнища, да. Давайте. Куда я нахожу? Ну, ладно. Пускай меня добивают. Уже осталось времени минимум, в принципе. У нас победа. Мне уже не готово. Стараться надоело. Ну, пускай. Пускай. Десяточку еще подгрузит. В общем, основную идею вы поняли. Пановый режим на десятках. Довольно-таки прикольно проиграть. Пармить. Паниться. Почему бы нет. Плюс еще можно с друзьями. С друзьями здесь вот можно кооперироваться, да. Там, допустим, один забирает фраг. Дальше там. Прикрывать друг друга, сейвить. И можно крутые диваны. Вот. Если ты один катаешься, то, блин, флаг отвезти и стать героем сложно, конечно. Ну, по фрагам понабивать, как бы можно, почему бы не. Вот. Наш бой подошел к концу. Сейчас посмотрим результаты. Я, конечно, не особо тачер такой, да, в этом режиме. Так. Ну, здесь я ушел минус, так как я до хрена стрелял. И, ну, мало чего сделал. В предыдущих боях, ну, плюс я уходил 10, 20, 30. Если больше 5 фрагов, девочки. Вот здесь дальше у нас будут личные резервы. И их можно будет, вот видите, в наличии доступные нет. Дальше здесь они появятся, их можно будет активировать. На этом, друзья, у меня все. Надеюсь, это видео было для вас интересным. Играем в превосходство. Пишите в комментариях, нравится ли вам этот режим. Какие дальнейшие варианты развития, развития этого режима вы видите для себя. Ну, давайте общаться. Думаю, будет интересно. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока. А, забыл, друзья. Обязательно подписывайтесь на мой канал. В общем, будет еще очень много всего крутого. Теперь все. Пока. Субтитры создал DimaTorzok